17 стиха. Я прочитаю 14 главы 17 стиха. Когда он возвращался после поражения Ке-Дор-Лаумера и царей, бывших с ним, Содомский царь вышел ему навстречу долине Шала. Теперь это царская долина. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Всевышнего Бога. Он благословил его и сказал, благословен Авраам с Всевышним Богом, властелином неба и земли. И благословен Всевышний Бог, который отдал твоих врагов тебе в руки. Авраам дал ему десятую часть из всего того, что у него было. Аминь. Итак, кто такой Мелхиседек? Начнем с этого. Мелхиседек это первое упоминание первосвященника Библии. То есть Мелхиседек был первосвященником. Авраам вышел из Ура. Это тоже вкратце истории. Ура это город, где он жил, очень обеспеченный город. Но он жил, потому что Бог ему сказал, вышел, потому что Бог ему сказал, выйти. И он вышел из Ура. И тем самым, когда он стал слушаться Бога, Бог стал послать ему правильных людей и давать ему правильные принципы. И Мелхиседек был один из таких людей, которых Бог послал Аврааму. И тем самым он заложил основание для своего будущего процветания, когда он дал десятину первосвященнику. Кто наш сегодня первосвященник? Кто знает? В основании к евреям написано, что Иисус Христос является нашим первосвященником. И если Авраам отдавал десятину Мелхиседеку, то мы отдаем ее Господу. Мы отдаем Иисусу Христу. Не церкви даже, но Господу. Аминь. Итак, десятина это то, что Господь утвердил, установил до закона. Моисей еще не родился, а десятину Авраам уже принес. Еще закона не было, Моисей не поднимался, не спускался с горы Синай, и уже десятина была. И Авраам тем самым, когда отдал десятину, заключил с Богом завет. И на основании этого завета Авраам посеял семя, как свою часть выполнил договорную в этом завете. Завет это договор, он договорился с Богом. Бог сказал, я выполню свою часть, Авраам выполнил свою часть. И Авраам поэтому имел благословение. Аминь. Теперь мы читаем книгу исхода, это уже времена Моисея. 35 глава, 4-5 стих. И сказал Моисей всему обществу, сынов Израиля, вот что повелел Господь. Сделайте Господу свои приношения. Каждый добровольно пусть принесет приношения Господу. Золото, серебро, мень. Золото, серебро, мень. В принципе, это средства обмена того времени, которые были у евреев. Сейчас у нас есть бумажные, гривны, доллары, евро, у кого же есть. Можно быть много средств обмена. У евреев это было золото, серебро, мень. И когда мы... наши деньги сегодня, это наше золото, это наше серебро, это наше мень. Золото, оно же, сами понимаете, больше, серебро чуть меньше, мень еще меньше. У каждого свои возможности. Но тем не менее, Бог смотрит на сердце, Бог смотрит на наше приношение. Здесь не написано, что все приносили только золото или все только серебро. Но от каждого Бог ожидает взаимодействия с ним. Что каждый из нас и каждый из тех людей, которые жертвовали, они отдавали свою часть завета, они уволняли ему. Наше решение жертвовать, это наше сердце, это наше добровольное решение, как здесь Моисей сказал, добровольно. Каждый добровольно пусть пронесет приношение Господу. Бог никого не заставляет. Мы это делаем по вере. Мы это не делаем, потому что нам надо это делать. Для нас это возможность. Авраам, Давид жертвовали Богу. Авраам, Давид давали десятины Богу. Они понимали этот принцип. Аминь. Авраам, Давид 25, 18, 19. Мои постановления исполняйте, и мои законы храните. Исполняйте их, и будете спокойно жить на земле. Земля будет давать свой плод, и вы будете досадо есть и спокойно жить на ней. Это обещание Божие. Если мы выполняем свою часть завета, то Господь сказал, если мы исполняем его законы, храним, мы будем спокойно жить на земле. Раз. Земля будет давать свой плод. То есть наша работа, наш бизнес, она будет давать свой плод. Бог не даст нам быть бесплодным. И вы будете досадо есть свой хлеб и спокойно жить на ней. Аминь. Это обещание Бога. Оно не отменилось с тех пор, как новый завет появился. Господь, то, что Он говорил, оно всегда исполняется. Итак, если мы будем делать свою часть, Господь будет делать свою часть. И сегодня у нас время и возможность сделать свою часть, выполнить свою часть завета. И Господь будет нас благословлять. Аминь. Давайте принесем Богу наши жертвы. Десятины. Пропустите, конечно.